Здравствуйте! В эфире новости на русском. В студии Баку Ньюс Сахиба Назарова. Сначала коротко о главных темах выпуска. Призываем армянское руководство не мешать процессу интеграции этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Помощник президента Азербайджана Яхмед Гаджиев дал интервью информагентству ТАСС. Армения и созданный ею сепаратистский режим препятствуют нормализации отношений между Азербайджанами и Арменией. Глава МИДа Азербайджана встретился с представителем Госдепа США по переговорам на Кавказе. Силы противовоздушной обороны Азербайджана посадили специальными техническими средствами и обезвредили армянский квадрокоптер, сообщение Минобороны Азербайджана. Армянские СМИ забили тревогу. Плачевная ситуация в армянской армии приводит к массовым увольнениям. Как отреагировал на эти сообщения пресс-секретарь Минобороны Армении сегодня в выпуске. Президент Турции Раджаб Тайпер Доган предложил Азербайджану, России и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху на уровне лидеров. Как сообщает ТАСС, об этом турецкий президент сказал на пресс-конференции в Стамбуле. Он отметил, что проведение переговоров в трехстороннем формате по-прежнему в приоритете, как и планировалось ранее. Но также Раджаб Тайпер Доган предложил встретиться в четырехстороннем формате. Турецкий лидер подчеркнул, что инициатива о четырехсторонней встрече нацелена на то, чтобы переговоры провели именно лидеры стран, имеющие отношение к проблеме, а не стороны, не связанные никак с темой Карабаха. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев дал интервью российскому информагентству ТАСС. Комментируя риск новой войны между Азербайджаном и Арменией, Хикмет Гаджиев призвал армянское руководство не мешать процессу интеграции этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Азербайджан привержен мирному урегулированию и не заинтересован в эскалации. Так, помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента страны Хикмет Гаджиев, ответил на вопрос о том, есть ли риск новой войны между Азербайджанской республикой и Арменией в рамках большого интервью российскому информагентству ТАСС. Гаджиев также прокомментировал напряженную ситуацию между странами. Как вы знаете, Азербайджан и Армения ведут переговоры о подписании мирного договора на основе пяти базовых принципов, предложенных Азербайджаном и принятых Арменией. Взаимное признание территориальной целостности, суверенитета двух стран и юридическое обязательство не предъявлять таких претензий в будущем является краеугольным камнем указанных принципов. К сожалению, в последнее время ряд действий руководства Армении, среди которых особенно можно выделить поздравления 2 сентября премьер-министром Армении никем не признанного незаконного режима в Карабахе, по случаю Дня независимости нанесли серьёзный ущерб мирному процессу. Не способствует миру и тот факт, что несмотря на декларативное признание армянским руководством территориальной целостности Азербайджана, на деле власти Армении продолжают финансировать из государственного бюджета Республики Армения незаконную сепаратистскую хунту на территории нашей страны, включая вооружённые формирования, которые в значительной части состоят из вооружённых сил Армении в Карабахе. По всему периметру подпитываемой Армении серой зоны в Карабахе, армянские незаконные вооружённые формирования проводят массовые минирования наших территорий. Как будто более 1 миллиона мин, заложенных Арменией на наших землях до 2020 года, им было недостаточно. Можно констатировать, что Армения использует мины в качестве оружия массового поражения против азербайджанцев. Только лишь за период после 44-дневной войны 2020 года жертвами мирного террора стали более 300 наших граждан. Ещё одной серьёзной провокацией является проведение 9 сентября так называемых президентских выборов со стороны незаконного режима в Ханкенди. Всё международные сообщества, включая ООН, а также страны региона в очередной раз подтвердили абсолютную незаконность и нелегитимность этих выборов, грубо нарушающих как законодательство Азербайджана, так и нормы международного права. Также нас беспокоят участившиеся военные провокации и диверсии армянских вооружённых сил на границе и в Карабахе. Несмотря на это, Азербайджан привержен мирному процессу и ожидает возвращения Армении в русло конструктивных переговоров. Отвечая на поставленный вопрос, скажу, что Азербайджан привержен мирному урегулированию и не заинтересован в эскалации. «Мы призываем армянское руководство не мешать процессу интеграции этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в наше государство, и не работать на подрыв суверенитета нашей страны», — сказал Хикмет Гаджи в интервью ТАСС. Азербайджан в соответствии с положениями Бернской конвенции начал арбитражный процесс против Армении за крупномасштабный ущерб окружающей среде. Об этом на международной конференции судей «Доступ к правосудию в области экологии» в Кыргызстане заявил зампредседателя Верховного суда Азербайджана Чингис Аскеров. Подробно проинформировав о проделанной в Азербайджане работе в области охраны окружающей среды и опыте судебной системы страны в этом направлении, Чингис Аскеров рассказал о причиненном экологическом ущербе в результате 30-летней оккупации азербайджанских территорий Армении и подчеркнул, что расследования этих экологических преступлений продолжаются. Глава МИД Азербайджана встретился со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе. Джейхум Байрамов подчеркнул, что Армения и созданный ею сепаратистский режим препятствуют реализации договоренности об одновременном открытии дороги Ахдам Ханкянди и Лачин Ханкянди, достигнутой 1 сентября между президентом Азербайджана Лихамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкиным. Армения продолжает провокации и поддерживает сепаратизм. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхум Байрамов в ходе встречи со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Бона 16 сентября. Согласно сообщению МИД, в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, нормализацию и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также имеющиеся угрозы и вызовы. Байрамов отметил, что, как и прежде, Армения и созданный ею сепаратистский режим стали препятствием для реализации достигнутой 1 сентября между президентом Азербайджана Лихамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкиным договоренности об одновременном открытии дороги Агдам Ханкянди и Лачин Ханкянди. Эти факты, в свою очередь, еще раз указывают на то, что, вопреки заявлениям о якобы гуманитарном кризисе, блокаде в регионе, ситуация отнюдь не гуманитарная, а политическая. Министр напомнил, что, несмотря на продолжающиеся военно-политические провокации Армении, проводимую ею во всем мире антиазербайджанскую кампанию и поддержку ереванам сепаратизма на территории страны, Азербайджан продолжает демонстрировать конструктивную позицию. На фоне этого азербайджанская страна считает неприемлемым, когда международные партнеры, в том числе США, повторяют необоснованные обвинения Армении, обманувшись на ее измышления. В этой связи вызывают сожаление, что эти необоснованные претензии Армении с целью отвлечь внимание от присутствия армянских вооруженных сил, которые являются основной угрозой миру и безопасности в регионе и еще не выведены с территории Азербайджана, и ввести в заблуждение международное сообщество, нашли отражение в выступлении помощника, исполняющего обязанности госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юрия Ким. Было подчеркнуто, что отсутствие упоминания представителя Госдепа, что на территории и сепаратистском режиме лежит ответственность за невыполнение договоренности о параллельном открытии дорог в соответствии с соглашением от 1 сентября, создало неправильное впечатление о ситуации на слушаниях в Сенате США. Международное сообщество должно поднять свой голос против агрессорского сепаратизма и решительно осудить подобную незаконную деятельность. Нельзя терпеть сепаратизм в современном мире, который стремится к миру, процветанию и устойчивому развитию. Об этом заявила председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая в Республике Куба. Спикер подчеркнула, что на фоне искреннего подхода Азербайджана к процессам Армения нарушает ранее достигнутые договоренности, поддерживая сепаратизм на территориях Азербайджана, продолжает военно-политические провокации против суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Продолжаем выпуск сообщениями Минобороны Азербайджана. 16 сентября примерно в 13.00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншеи к позициям азербайджанской армии в Ахдамском направлении. В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии работы были немедленно остановлены. Минобороны также сообщили об обнаружении армянского дрона, осуществляющего разведывательный полет над позициями азербайджанской армии в Нахчеванской автономной республике. Квадрокоптер, принадлежащий подразделениям вооруженных сил Армении, поднятый в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы, предпринял попытку осуществить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений отдельной общевойсковой армии в направлении населенного пункта Тюркеш Шахбудского района Нахчеванской автономной республики. Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, квадрокоптер, обнаруженный нашими подразделениями ПВО, был посажен специальными техническими средствами и обезврежен. Между тем, армяне продолжают уезжать из Ханкянди в Ереван. На погранично-пропускном пункте Лачин в очередной раз обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности в направлении Ханкянди-Гурус. Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о так называемой блокаде Азербайджана в Лачинской дороге являются ложью и клеветой. За последние сутки еще около 80 человек перешли условную границу в сторону Армении. В Ереван из Ханкянди направились сегодня и армяне, служившие в рядах армянской во второй Карабахской войне. Когда приехал Карабах, когда приехал? Год назад, два года назад, пять месяцев. Когда приехал Карабах? Один год. Один год. А что сделал? Работал. Где работал? В Ханкянди работал, да? В Ханкянди работал. А что сделал? Работал что? Стройка или? Да, да. Дом строили? Да. Все однако дом строили? Да, да. Сейчас ты где родители, где живешь? Папа, мама, где? В Аэльзо. Какой район? В Аэльзо. В Аэльзо. Ты женатый? Да. Семья где твоя? В Аэльзо. Там живешь, да? Сейчас туда домой поедешь? Да. Навсегда поедешь? Да. Где служил? Мартуни? Мартуни служил, да? Да. Закончил службу? Да. Когда закончил? Три года назад. Три года назад. У тебя ранения есть? Получил ранения во время войны? Нет. Не получил? Нет. Был пять друзей, которые погибли во время войны? Да. Брат? Да. Брат? Он тоже служил здесь, да? Да. Служил? Да. А сейчас куда едешь ты? В Аэльзо. В Аэльзо? В Аэльзо. В Аэльзо. Там будешь жить? Наверное, да. Да? Родители там сейчас? Нет. Здесь? Да. А ты там всегда поедешь ты, да? Пока не знаю. Пока не знаю. Наверное, там будешь жить. Наверное. В Аэльзо. В Сеерен, да? Да. Адамбекан Сеерен, да? Да. Вы гражданин Армении? Нет. Нет. Вы гражданин Армении? Нет. Шесть месяцев назад точно не помню. Очень помню, что не помню точно. Нет, шесть месяцев. Чего? Не так помню, как помню. А где живешь? В Аэльзо. В Аэльзо? В Аэльзо. В Аэльзо? Да, я Аэльзо. А зачем тогда приехал? Доработал? Работал. А что? Чем работал? Спешен, водитель, строитель. У тебя на военном форуме отки здесь служил? Да, в Армении служил. В Армении служил? А здесь тоже говорят, что... Здесь не может быть такое. Только работал. А где работал? В Смешене. Там на стройке какого-то контора. Частные дела. Родители сейчас куда живут? Я их называю. Ты женат или в Армении? Нет, Армении. В Армении. Там он навсегда едешь, да? Навсегда едешь на военном? Да. Твой водитель справа? Угу. Где машина? Машина. Иргнозор. Иргнозор, да? Ну, значит. Спасибо. Хан Чандын там служил. Сколько лет? Два года служил. Она по сто... Родители где живут сейчас? В Ереване, да? С самого Еревана или какой-то район. В Ереване, да? Паспорт новый получил, да? После службы сразу дали тебе. Зачем дали? Чтобы из границы выехал, да? Нет. Навсегда уезжаешь туда, да? Ты участвовал на войне? Нет. Нет. Тогда где был? Тогда Ереван был, да? После войны призывали тебе в армию сюда, да? После шесть месяцев... Призывали. Ну, гражданин-то Армении, но призывали в Гарабах. Там... Там... А, прописали. Тебе прописали сюда, что я видел. Да. Прописали все. Поэтому тебе призывали сюда, в Гарабах служить, да? Как гражданин Армении, но в территории Азербайджана служил. Да. Входит так, да? Да или нет? Или на русском не можешь? Плохо чувствуешь себя? Да. Удачи тебе. На русском не знаю? Ну, родители, где живешь сейчас? Родители. На русском не знаю? Да. Ну, родители, где живешь сейчас? Ватаровск. Сейчас поедешь домой? Да. Томой едешь, да? Навсегда едешь домой, да? Навсегда едешь домой, да? Да. Это водительское право? Да. Машина где? В Армении. В Армении, да? Да. Удачи тебе. Спасибо. 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 Армянские СМИ бьют тревогу. Ситуация в армянской армии обостряется, ухудшающееся материальное положение военнослужащих приводит к массовым увольнениям. Об этом армянские СМИ пишут со ссылкой на слова офицера вооруженных сил Армении. По его словам, положение военнослужащих, проходящих службу по контракту, довольно плачевное. Они получают мизерную зарплату, из-за чего наблюдается нехватка личного состава. А это приводит к тому, что смена боевого дежурства осуществляется с запозданием, причем на позициях по всей границе. Армянский офицер также подчеркнул, что на данный момент на дежурстве всего 26 человек личного состава, тогда как это число должно составлять как минимум 71. Предсекретарь Минобороны Армении Тарасян подтвердил, что большое количество военнослужащих написали рапорты об увольнении. Азербайджанская армия продолжает повышать профессионализм пилотов военно-воздушных сил и совершенствовать летные навыки. Авиационные средства ВВС выполняют учебно-тренировочные полеты согласно плану подготовки на текущий год. В соответствии с планом были выполнены задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограниченной видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам. В Казахстане по итогам очередного заседания Совета Министра внутренних дел государств членов СНГ были подписаны документы о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью. С азербайджанской стороны в работе заседания участвовала делегация во главе с заместителем министра внутренних дел Азербайджана генерал-лейтенантом полиции Сметом Алиевым. Были рассмотрены приоритетные вопросы сотрудничества между министерствами внутренних дел стран СНГ, обсуждены результаты совместных оперативно-профилактических мероприятий и спецопераций. И в завершении выпуска. Сегодня утром в годовщину ареста и гибели Махсы Амини в Иране начались протесты. В результате беспорядков в районе Нахбанд провинции Южный Хурасан были убиты двое полицейских. Хасан Тахири и Саджат Зари Мукаддам. А лейтенант Рустам Танксар получил серьезные ранения. Это были все новости на сегодня. Следите за новостями на русском по выпускам Баку Ньюс в 19.00, а также на наших страницах Инстаграм, Телеграм и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин